Мы вышли из выставочного центра и направились к нему домой. — Чем ты займешься сегодня вечером, Хаск? — спросил меня Соломон, желая узнать мои ближайшие планы, когда мы вышли из машины, чтобы войти в его дом. С лукавой улыбкой я ответил. — Пойду в торговый центр с мамой. Она согласилась купить мне три подарка за то, что вчера меня не было с ней. Ум, думаю, это могло бы относиться и к тебе. Ты не был на моем дне рождения, и я хотел повлиять на него нарочито печальным взглядом. Соломон понял намек и просто рассмеялся. — Не сработает, Хаск? — Но если хочешь, спроси маму, можешь ли ты переночевать у меня сегодня? Останешься, а завтра поплаваем в бассейне и посмотрим фильмы. Это будет мой тебе подарок, предложил он свой план, вернув его с оттенком грусти и с улыбкой похлопал меня по плечу. Мне ничего не оставалось, как с энтузиазмом согласиться. Передай привет твоим родителям от моей мамы и мою сердечную благодарность, попрощался я с обещанием увидеться вечером. Вверхом на своем велосипеде я направился домой, обижая улицу, которая так сильно меня пугала. — Мама, я дома! — крикнул я, проходя через дверь и направляясь в свою комнату вихрем в смеси волнения и любопытства. Карты, которые мы купили в торговом центре, ждали меня полной загадки. Дрожащими руками я развязал шнурки старого портфеля и, сделав это, вырвались облака пыли, обнажив паутину, которая была скрыта, сплетенную давным-давно. Открыв его, нарисованный на крышке глаз ожил. Он моргнул, а затем превратился в золотые буквы, которые писали легенду. Дыхание дракона. То, что говорят о кошке и любопытстве, правда, поэтому я осторожно приступил к открытию портфеля. Уверен, ты не раз оказывался в такой же ситуации. Знаешь, любопытство — не порог, а вред. Изнутри вылетело облако крошечных мотыльков, превратившись в вихрь ярко окрашенных и флуоресцентных бабочек, оставляя после себя след сверкающей пыли. Я достал первую карту, которая была внутри портфеля. Дама озера, и из нее протянулась рука в перчатке, покрытая серебряными чешуйками, которая жестом манила меня принять ее приглашение. Страх проник в мое существо, не оставляя ни единого свободного места, и с криком ужаса я уронил карту на пол, наблюдая, как рука исчезла, коснувшись пола. Я кричал испуганный, но одновременно полон любопытства к тому, что произошло передо мной. Я быстро понял, что это необычный портфель, и что, возможно, только что открыл ящик Пандоры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok